Мы знаем. Вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Ну а мы продолжаем Утро на Болткоме. Мы это Олег Пеха, Александр Шунин, звукорежиссер Евгений Копеин. И к нам присоединяется наш замечательный латвийский диджей Экс Дабейс. Доброе утро. Привет. Доброе утро. Доброе утро. Всем привет. Ну и мы в прошлый раз, я помню очень хорошо наш разговор, мы говорили как раз в самый разгар пандемии. И было очень такое, ну, мрачное настроение о том, что да, все закрылось, все сидят в локдауне, никаких мероприятий, никаких тусовок, вечеринок. И буквально, ну, вот такие, ну, немножко были печальные, грустные настроения. Сейчас прошло время, вроде бы мы уже даже забыли о том, что ковид был и что сейчас происходит. Насколько вернулось ли все в тех же самых объемах? Люди ходят ли с интересом, посещают ли такого рода вот музыкальные мероприятия? Ну, клубная культура помаленьку просыпается, это хорошо. Есть и печальные новости, что какие-то клубы закрылись и больше никогда не откроются. Но есть и хорошая новость, то, что я слышал, что новые клубы скоро откроются и уже открылись. Так что все немножко меняется, все в жизни циклично и все меняется. Ну, конечно, радует то, что мы можем наконец-то отдыхать, устраивать мероприятия, зажигать, как говорится. И, ну да, может быть, конец пригодующего года был такой более спокойный для артистов, если сравнить там с другими годами. Но я думаю, что это было связано с тем, что люди немножко экономили деньги и, ну, конечно, Рождество, подарки и так далее. Но по большому счету, я думаю, что клубная культура помаленьку так опять заходит в свое русло и все будет хорошо. — Говоря о клубной культуре, люди ездят за границу или приезжают? Ну, в принципе, границы открылись. Вот приезжают ли к нам в Латвию туристы и отдыхают в клубах? Выезжают ли латвийцы куда-то? Удается ли тебе вот поехать куда-то с диджейскими сайтами выступать? — Да-да-да, конечно, в том плане тоже все хорошо. Уже какие-то туристы появляются. Это уже мы видели летом. Сам я тоже недавно был, ну, не выступать, но отдыхать. Но туристов было очень много и национальностей, в принципе, все, которые можно придумать, я там видел. Так что народ, да, использует момент, потому что, ну, по идее, никто не знает, что будет дальше. Но я думаю, что закрывать уже больше ничего не будут и будет только все лучше. — Насколько я знаю, что просто ты являешься одним из тех, для кого важно самому создавать музыку. Вот почему это настолько важно? Не только играть чужую музыку, просто микшировать уже готовые вещи, но и создавать что-то свое, придумывать? — Ну, я уже давно это говорил, что когда ты уже осуществил себя как диджея, ну, достиг максимума все, что ты можешь, научился хорошо играть, понимать публику, там, отбирать хороший материал, тогда уже делать свою музыку, это уже новый уровень. И да, когда ты делаешь уже свою музыку, тогда уже тебя начинают опознавать и ассоциировать с какими-то песнями, как и в моем случае. Ну вот, и новая песня вышла во время ковида, тоже хорошо с командой поработали, тоже, по-моему, два трека было, и вот опять новая песня. И, ну, надеюсь, что эта песня тоже себя хорошо покажет на мировом уровне, только уже начинается так продвигаться помаленьку, потому что песня вышла недавно, 6 января. Ну, время еще есть, посмотрим, как будет. Ну, конечно же, безусловно, желаем успеха, и чуть позже эту композицию послушаем. А, в принципе, насколько сложно пробиться диджею, потому что, ну, многие ребята сейчас этим занимаются, и конкуренция наверняка велика, и ты упомянул мастерство, вот, когда там выходишь на определенный уровень. Как понять, что ты вышел на определенный уровень? Сколько времени это может занять? Когда я это начал, тогда это было все труднее, потому что не было соцсетей, мы афиши везли, клеили там у домов культуры и так далее. Сейчас все происходит быстрее. Ну, я думаю, что если есть понятие, как и что делать, и нормальный скилл, тогда, ну, за 5 лет можно, ну, довольно быстро подняться. Но если в музыкальном плане, то, ну, будем реальны, мы в Латвии, мы очень маленькая страна, у нас очень маленькие традиции клубной культуры. А если я бы родился, может быть, там, в Швеции или в какой-то другой стране, тогда это было бы, может быть, быстрее, и, ну, попал бы на мировой уровень быстрее. И из Латвии вообще очень мало диджеев, которые пробились в плане мира. Но я всегда себе говорю, что у меня еще есть время, потому что знаменитый артист Дэвид Гетто, у него первый большой сингл был, когда у него было 36. У меня сейчас 38, и, ну, в принципе, вот как раз в этот момент, 38 до 40, вот Дэвид Гетто начал так быстро подниматься в мире. И, ну, конечно, у него другие возможности и другие финансовые ресурсы. Мы как можем так делаем, но диджеем можно стать и в лет 50 выступать и играть. Но надо делать песни, и надо ждать ту одну особенную песню, или две, или три, или четыре, которые выстрелят в мировом уровне. И тогда все ворота открыты, можно ехать выступать в Европу, куда глаза показывают. А как вот интересно работает подсознание, очевидно. Ты только что говорил, несколько раз упомянул подниматься, все выше и выше, и композиция называется «Разинап». Ну да, она как раз и говорит об этом. Ну вот, расскажи, пожалуйста, а насколько, ну вот, отличается вот в клубной культуре, ведь уже выросло несколько поколений, которые, ну, это можно сказать, из 90-х еще годов, из 90-х годов уже те, кто танцевал на тех в 90-е, им уже тоже где-то за 40. А вот нет, здесь есть какое-то разделение, то есть вот как обычно бывают, знаешь, вот танцы для тех, кому за 50 есть там какие-то вот танцевальные вечера. Вот на этих клубных мероприятиях есть ли уже для старичков, условно говоря, и для молодежи такое разделение, разветвление? Ну, такое большое разделение я не чувствую, но все равно есть воспринятие такое, как клубная классика. Это уже те треки, которые были там в топе, там, 2000-го года, например. Я тоже иногда играю клубную классику, потому что, ну, как-то та музыка в то время, у нее было больше, как сказать, души в этой музыке. Сейчас музыка какая-то, вот если ты получаешь там какие-то новые 200 песен, там, я не знаю, ну, 10, если у тебя остаются, тогда это уже хорошо. Потому что сейчас вот та музыка, которая актуальна сейчас молодежи, ну, она такая, она не такая разнообразная, как была когда-то. Но, ну да, клубная классика, есть такие клубы. Кстати, у нас в Риге тоже недавно открылся клуб, где можно там заходить те, которые старше, чем... Ну, изначально они поставили 25, сейчас они вернулись к 21, потому что вот то поколение, которое тусовалось в 2000-х годах, они просто выросли, и они отдыхают легче. И, ну, их собрать каждую неделю, полный клуб, это не так уж просто. Потому что есть вот отдельные какие-то мероприятия, там, раз в месяц, два раза в месяц, чтобы тот народ тоже приходил. Ну, да, я немножко чувствую то, что, ну, поскольку я уже 26 лет клубной культуры, я чувствую, как поменяются эти поколения все. Ну, с молодым поколением, ну, сейчас не так уж просто. Но вот я стараюсь найти какой-то такой средний путь между тем, что мне нравится играть, и между тем, что слушатели хотят. Но есть у меня какая-то своя определенная публика, который приходит на мои мероприятия, там, клуб First, например, каждый месяц. И, да, ну, вот стараюсь. И во время ковида я придумал, что надо вот как-то развиваться. Я научился играть барабаны, например. У меня сейчас есть такой дигитальный пат, который я себе подыгрываю во время диджейских сетов. И это мои сайты делают таким красочными уже более. Если диджей еще сам играет какой-то инструмент на сцене. Ну, вот, это новый экзобейс в 2023 году. Здорово, здорово, поздравляем. Действительно здорово, что за это время не пропало даром, и есть возможность какие-то новые навыки получить. Безусловно, развитие – это важно, конечно. А как вот само ощущение на Татсполе? Вот как понимать, что, например, публика устала, ей хочется более медленного трека или более быстрого трека? Понять вот эти настроения толпы, вот как управлять, может быть, даже управлять ими, или, наоборот, идти за ними на поводу? Ну, вот, это и различает профессиональных диджеев от непрофессиональных диджеев. Потому что у нас сейчас очень большая проблема с новыми молодыми диджеями, которые могли бы себя проявить, но они хотят быстрой славы, мало работать, много денег и так далее. Мы немножко, когда росли, у нас было немножко иначе. Я вот, например, когда начал работать в клубе, я даже знал, как чистить туалеты, выносить мусор, собирать мусор у клуба и так далее. Поменять там лампочку, какому-то аппарату и так далее. Ну, вот, и это, я бы сказал, это талант, это, как русский говорят, чуй, нюх и пони, как это делается. И тоже это различается. Если ты диджей, который как хедлайнер вечера, ты можешь играть все, что ты задумал, то, что играешь. Но если ты резидент клуба, тогда ты должен понять, что если ты все время суперкруто будешь играть, тогда к бару никто не подойдет, потому что все будут танцевать. Этот факт надо иметь в виду. Есть какие-то песни в какой-то момент, в который надо сыграть, чтобы народ пошел, не знаю, покурить или к бару и так далее. Поэтому вот это различается. Я никогда не был резидентом ни одного клуба и никогда им не стану, потому что я думаю, что это... Ну, ты все время стоишь на месте. Ты играешь, в принципе, почти каждую неделю те же самые треки плюс-минус. То есть, окей, какие-то комбинации меняются, но развитие, оно уже более такое... Ну, как сказать, я не знаю. Нет такого развития уже. А если ты едешь по клубам, по фестивалям, смотришь там разную публику, пробуешь всякие новые песни, смотришь, идет, не идет. Вот было, например, что, помню, давно-давно вышел трек Benny Benassi Satisfaction. И мы сыграли первый раз в Эстонии эту песню. И все на нас смотрели, как на каких-то идиотов, что это за песня такая. И когда мы приехали через два месяца, уже все диджей эту песню играли. Так что вот, с одной стороны, мы тоже как инноваторы. Мы показываем хорошую и интересную музыку. И, ну, какая-то часть этих песен становится хитами, какая-то часть нет. Мы желаем стать, безусловно, хитом твоей вот этой новой композиции. Да, вот несколько слов о том, как она создавалась, как она придумывалась, почему вот британский певец Ян Янко из Лондона или Ян Джей принимал участь, почему ты именно его пригласил, и вот как это все происходило. Ну, да, ну, песня Rising Up – это новое начало, это стремление вверх в контексте восстановления мира после ковида и также в моей музыкальной карьере, потому что в этом году я поставил себе очень большие и высокие цели. И главный ориентир – стать лучше как диджею, как музыканту, и использовать все возможности, которые, может быть, я не использовал в прошлом, и искать новые горизонты. И насчет Ян Янко есть такая хорошая страница или аппликация, которая называется Fiverr. Там можно найти всяких новых артистов. И я посидел на этой странице, послушал всякие вокалы, и выбрал Яна Янко или Яна Джей. Как происходит вообще это сотрудничество? То есть сейчас я понимаю, что не нужно летать в Лондон или ему из Лондона прилетать в Ригу для того, чтобы все эти записывать треки. То есть как это происходит? Ну, вот как раз этот сайт устроен так, что ты выбрал вокал, ты делаешь мне предложение, что ты хочешь. В этом плане Rising Up я предложил Яну Янко написать текст и мелодию. Ну вот, и он потом написал, я читаю текст, да, мне идея нравится, он прислал демо, я послушал, да, хорошо, и тогда я ему говорю, хорошо, окей, я тебе вот плачу какие-то деньги за то, что написал текст, идем дальше. Ну и потом дальше он уже пишет демо, он присылает, как он поет, и тогда мы корректируем. Опять идет какая-то оплата, ну и все, и в конце концов ты получаешь все вокалы отдельно и микшируешь их в своем компьютере. Поразительно, то есть вот насколько, да, это все сейчас стало гораздо проще. Результат-то когда мы послушаем? Да, я думаю, что мы сейчас, наверное, и обязательно послушаем результат, будем желать успеха этой композиции. Она звучит сейчас в Латвии, или вот есть возможность ее, может быть, уже и в лондонских где-то клубах, чтобы она прозвучала? Диджеем я как раз на этой неделе буду посылать, местным диджеем я уже отдал, и радиостанциям при Балтике, и в Европе уже я послал, и лейбл тоже это сделал, так что уже песня где-то в мире звучит. Я знаю, что в Эстонии есть сеть радиостанций, где уже звучит и народу нравится. Так что помаленьку-помаленьку, шаг за шагом, посмотрим, как будет, так будет. Прекрасно, Марик, желаем воплощения всего задуманного в этом году. Спасибо, что было с нами. Латвийский диджей Экс Дабес был с нами на связи. И сейчас мы слушаем как раз новейшую композицию Rising Up. Желаем успеха и действительно, чтобы все мечты осуществились. Спасибо. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok